Всем привет! В эфире мировые новости в студии Ксения Петренко и в начале выпуска коротко о главных темах этого дня. Береговая охрана Испании спасла почти 90 мигрантов. В Атлантическом океане их лодку заметили с самолета, который разыскивает другое судно. Это хорошее место. Мы гуляли и пришли сюда с ощущением, что тело горит. Открыв дверь, сразу чувствуешь разницу в температуре. Барселонцы прячутся от изнуряющей жары в так называемых климатических убежищах. Это общественные здания, в которых есть кондиционеры. В Австрии прошли необычные гонки. Вместо соревнований на спортивных автомобилях участники мчались по трассе на невероятной скорости, используя реактивные ранцы. О снегопаде в Йоханнесбурге и аномальной жаре в Барселоне расскажу в следующей рубрике, но сначала о последствиях наводнения в США. Штат Вермонт на северо-востоке США восстанавливается после внезапного и сильного наводнения, вызванного проливными дождями. Многие дома и магазины затопило в считанные минуты. Погибло 7 человек. Общую потерю от бедствия в городе превышает 750 миллионов долларов. Власти штата назвали наводнение самым сильным со времен урагана Айрин в 2011 году. На большей части северо-востока США, включая район Нью-Йорка, Массачусетса и Коннектикута, за последние несколько дней уже выпало 200 миллиметров осадков. Между тем, в Калифорнии установилась палящая жара. В ближайшие дни в пустынных районах штата температура воздуха может подняться до 49 градусов по Цельсию. В крупнейшем юго-африканском городе Йоханнесбурге впервые за 11 лет пошел снег. Для водителей непривычные осадки стали проблемой, поскольку из-за холода они не смогли завести двигатели, а условия на дорогах стали опасными для вождения. Но тем не менее, большинство местных жителей это природное явление называют абсолютной магией. Это крупнейший в ЮАР город Йоханнесбург, и такого здесь не видели более 10 лет. Идёт снег. Некоторые дети видят его впервые. А взрослым снегопад уже добавил проблем. «Он замёрз, и я не могу его завести. Мотоцикл не в лучшем состоянии. Пытаюсь отогреть двигатель, иначе весь день придётся его толкать». Вообще, в некоторых регионах Южной Африки снежные зимы бывают регулярно. Но в Юханнесбурге снегопад в предыдущий раз видели в августе 2012 года. В целом, люди рады. «Буду, как в мультиках, делать снежных ангелов. Как видите, идёт снег. Такого каждый день не увидишь. Это невероятно, очень красивая погода». «Это хорошо, хотя и очень-очень холодно. Я помню свой первый снег в 2012 году. Отличные впечатления». Тем временем, метеобюро ЮАР выпустило предупреждение из-за холодного фронта. Он охватил провинцию Гуатенг, где расположены Юханнесбург и столица Притория. «Жители Барселоны спасаются от жары в климатических убежищах. Это специальные помещения, поддерживающие температуру 26 градусов по Цельсию, с хорошей доступностью, зонами отдыха и водными зонами. Это стало необходимым, потому что страна переживает сильнейшую волну зноя». 91-летняя испанка Мерсе прервала прогулку, чтобы зайти в библиотеку. Но дело не в книгах. «Я лучше побуду здесь, чем на улице. Там слишком жарко». Температура в Барселоне выше 30 градусов. Местные власти открыли для людей так называемые климатические убежища, где можно укрыться от жары. В свои двери распахнули более 200 библиотек, школ и других общественных зданий, оснащённых кондиционерами. «Это хорошее место. Мы гуляли и пришли сюда с ощущением, что тело горит. Открыв дверь, сразу чувствуешь разницу в температуре». В такие убежища приходят те, у кого дома нет кондиционера, либо те, кто хочет сделать передышку во время прогулки. В прошлом году бесплатной услугой воспользовались 120 тысяч человек. Сейчас Испания переживает вторую волну жары за сезон. На юге страны температура достигает 44 градусов Цельсия. Президент Турции Тейпер Даган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. До этого Анкара около года её блокировала. Об этом подробнее материал моих коллег. Турция больше не будет блокировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Президент Таип Даган подтвердил это во время переговоров в кулуарах саммита военного альянса в Вильнюсе. На этих кадрах запечатлено рукопожатие Дагана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерсоном. Своим решением Анкара положила конец политическому противостоянию вокруг этого вопроса, которое продолжалось в блоке с прошлого года. Даган сказал, что направит заявку Швеции на одобрение в турецкий парламент. «Я только что провёл конструктивную встречу с президентом Эрдоганом и премьер-министром Кристерсоном. Я рад объявить, что по её итогам президент Эрдоган согласился как можно скорее направить в Национальную ассамблею протокол о вступлении Швеции, а также тесно работать с парламентом, чтобы обеспечить ратификацию». Швеция подала заявку о вступлении в прошлом году вместе с Финляндией. В то время как Финляндия стала 31-м членом Альянса в апреле, Швеции много месяцев не удавалось пробиться сквозь противостояние Анкары. Турецкие власти отказывались утверждать её заявку, обвиняя Стокгольм в укрывании курдских сепаратистов. Теперь же Швеция и Турция договорились о заключении так называемого «Договора о безопасности по борьбе с терроризмом». Стокгольм также пообещал поддержать стремление Турции стать членом Европейского Союза. НАТО – военно-политический блок, охватывающий большинство стран Европы, а также США и Канаду. Согласно неофициальному правилу, члены Союза должны тратить на оборону не меньше 2% ВВП. Однако из 25 европейских членов Альянса это требование выполняют лишь Великобритания, Польша, Греция и Эстония. Спасатели из Испании обнаружили и задержали лодку, на которой было 86 нелегальных мигрантов из Африки. Судно было перехвачено приблизительно в 130 километрах на юг от острова Гран-Канария. Любопытно, что лодку с нелегалами обнаружили случайно. Давайте посмотрим подробности. Береговая охрана Испании спасла почти 90 мигрантов в Атлантическом океане. Их лодку заметили с самолёта, который разыскивает другое судно. На его борту 200 выходцев из Африки, и оно вышло из Сенегала 27 июня. Уже некоторое время о нём ничего не известно. На судне много несовершеннолетних. Лодку со спасёнными мигрантами обнаружили в 110 километрах от острова Гран-Канария. На ней плыли 80 мужчин и 6 женщин. Всех доставили в испанский порт Аргенигин. Недавно в Атлантике пропали ещё две лодки с выходцами из Африки. Они также отправились в путь из Сенегала. На борту было около 120 человек. Из сенегальского городка Кафонтин регулярно отходят суда с африканскими мигрантами, стремящимися попасть в Европу. Ближайший пункт назначения – Канарские острова. От Сенегала их отделяет 1700 километров. Мигранты отправляются в дальний путь на старых и переполненных судах с маленьким запасом питьевой воды. Атлантический маршрут опасен из-за сильных течений, и лодки часто тонут. По данным властей Испании, за первые шесть месяцев этого года на Канарские острова прибыли 7200 мигрантов. Это примерно на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом в первой половине этого года погибли либо пропали без вести более 120 мигрантов. Такие цифры приводит Международная организация по миграции. А некоммерческая организация Каменан де Фронтерос сообщает, что при попытке добраться до Канарских островов погибли почти 800 человек. Безработица среди китайской молодёжи достигла рекордного уровня в 20%. Без стабильного источника дохода оказался каждый пятый житель страны в возрасте от 16 до 24 лет. Это вынуждает молодых китайцев искать дополнительный заработок, такой как уличная торговля. «Выпейте стаканчик вкусного и прохладного напитка». Так зазывает на домашний лимонад 27-летний житель Шанхая, стоя у багажника своего автомобиля. Он называет себя Пархати. Изначально он не планировал становиться уличным торговцем, однако передумал, когда увидел в соцсетях историю успеха других молодых людей. Пархати работает IT-специалистом. Но денег на жизнь в мегаполисе не хватает. Именно поэтому решил подрабатывать. Стаканчики его прохладительного напитка стоят около доллара 40 центов. «Если живёшь в таком большом городе, как Шанхай, то большая часть расходов – это арендная плата. Если этот заработок поможет покрыть арендную плату, то будет здорово». Уличная торговля в Китае жёстко регулируется. Если продавать без разрешения, то это может вылиться в штрафы, устные предупреждения или конфискацию продукции. Однако многие жители больших городов готовы идти на риск, поскольку частичная занятость на других работах не приносит такого дохода. Кроме того, безработица среди молодёжи Китая в апреле достигла рекордных 20,4%. Местные власти в последнее время начали идти на уступки. Так, с 5 августа в Шанхае разрешат торговлю на улицах в специально отведённых местах. Однако продавцам, возможно, потребуется регистрироваться и платить пошлины. А эта жительница Шанхая вынуждена продавать на улицах цветы. Её магазин закрылся во время пандемии. Другую работу найти не смогла, поскольку уже не молода. «Некоторые продают ради развлечений, когда им на самом деле не нужен доход. Но это может повлиять на весь рынок. Они не осознают, что от этого бизнеса зависят чьи-то реальные средства к существованию». Послабление для уличных торговцев вводят и другие города Китая. Среди них Шэньчжэнь и Ланчжоу. В Австрии перед началом Гран-при «Формула-1» в качестве развлечения для зрителей пригласили несколько пилотов, пролетевших в часть гоночной трассы на джетпаках – реактивных ранцах, позволяющих человеку некоторое время находиться в воздухе. В конце представления у одного из пилотов появились трудности при заходе на посадку. По всей видимости, сопло джетпака на его правой руке сломалось. Мужчина потерял равновесие и совершил жесткую посадку на асфальт. Остановившись, пилот продемонстрировал публике, что все в порядке. Вообще, зрители такие гонки оценили очень зрелищно. На этом у меня на сегодня все. Следите за обновлениями в наших социальных сетях YouTube и Telegram-каналах. Ну а я, Ксения Петренко, прощаюсь. С вами увидимся.